Я хотел поблагодарить вначале организаторов за приглашение и возможность выступить. И особенно я хотел поблагодарить немецко-молдавский проект по фруктам и господина Кристофа Анта тоже за приглашение. Сегодня я хотел поделиться с участниками конференции, которых я слышал уже более 300 участников, по развитию органического рынка в Российской Федерации и возможности импорта органической продукции фруктов, в частности яблок, из Молдавии. То есть я являюсь руководителем компании «Агросовет», которая занимается консультацией российских производителей, переработчиков и экспортеров органической продукции. Меня слышно? Алло? Отлично, отлично вас слышно. Хорошо, хорошо, потому что пропал румынский язык и я немножко растерялся. Значит, несколько слов об органическом международном рынке. То есть в прошлом году, в 2019 году, рынок органической продукции оценивался более в 100 миллиардов долларов США. Рынок, по прогнозам, продолжит свой рост в ближайшие года со скоростью 10-12% в год. Это особенно в наше непростое время, когда присутствуют вирусные заболевания и население крупных мегаполисов начинает интенсивно задумываться о своем здоровом питании. И по прогнозам Международного института развития органического земледелия, к 2025 году объем рынка органических продуктов может составить от 3 до 5% от мирового рынка сельскохозяйственной продукции. То есть, как вы видите, 5% – это, конечно, ниша, но спрос растет на органические сертифицированные продукты. Здесь в своем докладе я имею органические продукты, которые сертифицированы по различным международным системам. Ну, в частности, например, это европейская органика система или же американская система Министерства сельского хозяйства и продовольствия УСДА. Теперь к органическому рынку в России. Значит, органический рынок продукции в Российской Федерации в 2019 году, в прошлом году, составил порядка 14 миллиардов рублей. Это немного, это всего пока 219 миллионов долларов США. Но 20% органической продукции, которая представлена на российском рынке, это уже отечественная сертифицированная продукция. 80% – это импорт. Большей частью, конечно, из Европы или из других стран европейского сообщества. Очень много продукции въезжает в Россию именно из Германии или из Австрии. На сегодняшний момент доля органической продукции Российской Федерации в мировом рынке органики составляет пока только 1%. Но тенденция растет. Законодательство в Российской Федерации, что касается рынка органики. В 2018 году Владимир Владимирович Путин подписал закон. Он вступил в силу с 1 января 2020 года. Уже действует. Уже существует в базе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации единый государственный реестр производителя органики. Уже зарегистрирован товарный знак органик, который подлежит государственному регулированию рынок органики. Большая часть продукции, которая производится в Российской Федерации, уже маркируется этим знаком. И я подчеркну, повторюсь, этот знак действует для продукции, которая была произведена или переработана на территории Российской Федерации. В России у нас уже работают 5 аккредитованных сертификационных органов, которые аккредитованы Росаккредитацией и допущены проводить инспекции и сертификации. Но также, кроме российских сертификаторов, на территории Российской Федерации работает около 16 международных сертификационных компаний, у которых есть разрешение Европейской комиссии или Министерство сельского хозяйства и продовольствия США, которые сертифицируют по так называемой системе НОП, американский био. Большая часть производителей и переработчиков Российской Федерации сертифицирована по двум стандартам. По национальному стандарту и международному стандарту, либо ЕС, либо НОП, американский стандарт. Что касается органических производителей Российской Федерации, уже у нас более 100 хозяйств, которые сертифицированы. Существует два союза органических производителей, оба находятся в Москве. Под органическое сельское хозяйство, по данным Швейцарского института развития органического земледелия, задействовано более 600 тысяч гектаров сельхозугодий. И порядка более 130 тысяч, так называемые, органические дикоросы. Дикоросы – это сертифицированные участки, большей частью лес, в котором занимаются собиранием ягод, грибов или же кедровых орехов, которые также пользуются большим спросом на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Здесь несколько слайдов я привел. Это дикорастущие сборы облепихи. Продукты облепихи очень пользуются сертифицированной органической облепихи на территории Российской Федерации, также и за рубежом, и кедровые орехи. На полках российских супермаркетов, большая часть, конечно, органики реализуется в России на полках таких крупных сетей, как «Глобус», как «Ашан», как «Вкус Вилл» или «Азбука вкуса». Российская продукция присутствует, но большей частью – сертифицированная продукция, но большей частью – это продукты либо молочной отрасли, либо крупы зерновые, либо чаи. То есть продукции овощеводства, овощей и экологических фруктов на территории Российской Федерации на сегодня катастрофически не хватает. Исключение представляют только органические бананы. Органических яблок на территории таких мегаполисов, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Санкт-Петербургская область, практически существуют небольшие российские производители, которые производят органические бананы, но это совсем маленькие объемы. Почему не присутствуют практически российские органические овощи, овощи или фрукты? Как вы видите из этого слайда, большая часть российских органических производителей сосредоточена на зерновых. И исключение составляет только 7% от общих хозяйственных площадей, которые как раз заложены в фрукты, овощи и переработка. Только 7%. То есть этого очень мало. Большая часть российских производителей занимается зерновыми, органических. Со следующего слайда в диаграмме можно увидеть, что только фрукты, овощи и продукты переработки органические составляют из всего общего рынка Российской Федерации всего 22%. Но сюда в эти 2% входят не только фрукты и овощи, но и напитки. Большей частью это органическая водка, которая в России очень большим спросом пользуется и за рубежом производства органической водки. Теперь к рынку яблок в России. За период 2015-2019 года продажи яблок в России увеличились на 16%. От 1,5 млн тонн до 1,8 млн тонн в год. Это очень важно. С чем это связано? В сезоне 2019-2020 года Россия импортирует около 700 тысяч тонн яблок. Лидером по импорту яблок в Российскую Федерацию, как и прежде, является Молдова. Порядка 250 тысяч тонн. Но, как вы уже слышали, импорт яблок в Российскую Федерацию падает. Поэтому наше мнение, что, чтобы удержаться на этом рынке яблок и дальше продолжать импортировать, это как раз именно органические фрукты и овощи, в частности, органические яблоки. Потребление товарных яблок в России оценивается в среднем только 9 кг в год или это составляет 60 яблок на человека в год, что на 30% меньше среднего уровня США или стран ЕС. То есть ЕС среднее потребление составляет 12 кг на человека в год. В частности, например, в Германии потребители употребляют товарных яблок, столовых яблок 16 кг или эквивалент 109 яблок на человека в год. И в эти 16 кг 6% составляют биояблоки. Потребление яблок в Германии постепенно падает, то есть не относится к самым популярным фруктам, но все равно 6% органические яблоки в Германии потребители употребляют. Конечно, основным рынком потребления органических яблок в России являются такие мегаполисы, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург и Санкт-Петербургская область. На ихнюю долю приходится более 70% продаж органической продукции. Из них приблизительно 30% занимает рынок Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской области. Минимум, по нашим прогнозам, минимум 7% покупателей из этих мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург и области, а это порядка 2 миллионов человек из этих мегаполисов уже сейчас готовы употреблять органические яблоки. И это, по нашим прогнозам, составляет около минимум 40 тысяч тонн органических яблок в год. То есть, да, это ниша, но это будет расти. Почему? Потому что в Москве достаточно среднего класса уже, который начинает задуматься о своем здоровом питании и который готов платить большие средства за органические продукты, в частности, яблоки. Ну и в завершении своего доклада я хотел сказать, порекомендовать молдавским коллегам, чтобы перейти на органическое производство уже заложенным садам, нужно выдержать 36 месяцев переходного периода. Поэтому, если вы планируете закладывать новые сады продуктовые, задумайтесь над той возможностью, чтобы за сертифицировать ваши переходные площади под органику, под европейскую органику. То есть, это ниша, но все-таки 40 тысяч тонн – это немало. И это как раз, возможно, займет Молдавия. То есть, мы со своей позиции готовы к консультации молдавских производителей и к помощи реализации органических продукций через потребительские кооперативы в Российской Федерации, которые мы тоже консультируем, именно органические продукции. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова